Добрый вечер! Вот-вот стартует. Хотелось бы узнать аргументы в САФУ, которые помогут склонить чашу абитуриентских весов в пользу Федерального вуза из Архангельска. Если быть объективными и точными, то абитуриентская компания стартует с 19 июня. Сейчас идет подготовка к тому, чтобы выпускники школ и другая молодежь могла бы сориентироваться, куда им поступать и какую жизненную специальность выбрать, чтобы потом не сожалеть. На мой взгляд, я бы определил три основных критерия, которые дают шанс для выпускника школы этого года отдать приоритет нашему университету. И стать студентом САФУ. Совершенно верно. Первое. Это наш вуз федеральный. Их в стране не так много, всего 10. Статус ко многому обязывает и, безусловно, дает огромные возможности для тех, кто учится и работает в университете. Второе. Наш вуз не просто федеральный, он еще и арктический. И в этом заключается, на мой взгляд, наша фишка в арктичности. Это позволяет специалистам, получившим образование в университете, связать, может быть, в большей степени свою жизнь с работой в северных широтах, в северных условиях. Но север, говорят, всегда привлекает, заманивает и не отпускает. И третье. На сегодняшний день наш университет — это университет для всех. Сюда могут обратиться и выпускники школ, и лица, имеющие профессиональное образование, с тем, чтобы найти свои желания, удовлетворить свои желания и потребности. То есть получить новую профессию. Да. В инженерно-техническом направлении, в естественно-научном, в гуманитарном. Вот три основных, на мой взгляд, критерия. Вот демографическая яма начала 90-х пройдена, или вы все еще ощущаете недостаток в абитуриентах? Ну, если говорить в сравнении с пятью, десятью годами прошедшими, то, безусловно, интерес абитуриентов в подаче или выборе направления подготовки, реализуемых в нашем университете, достаточно высокий. Если говорить по результатам приемной кампании прошлого года, то на 2,5 тысячи бюджетных мест было подано 12 тысяч заявлений. Это, в общем-то, неплохой показатель. В целом, по университету. То есть пять человек на место? План приема был выполнен, как говорят, в первую волну. Вот каковы цифры приема 2015? Цифры приема в этом году чуть больше, чем в прошлом году. Порядка трех тысяч человек в целом по университету, включая филиалы и формы обучения, очную и заочную. Если говорить о качестве образования, насколько весом диплом специалисты САФО? Ну, здесь можно привести такие сравнительные данные. Мы регулярно запрашиваем сведения в центре занятости о лицах, закончивших наш университет, которые не смогли найти себе работу, обращаются в центр занятости с просьбой, с проблемой о трудоустройстве. Данные минимальные. Статистика такова, что из многотысячной армии выпускников обращаются единицы, не больше 10-20 человек в год. Это с одной стороны. С другой стороны, есть у нас сведения от выпускников прошлых лет, которые проводят встречи. Это тоже такая хорошая традиция в университете. Приходят на кафедры, встречаются с бывшими деканами, директорами институтов. И отдельные выпускники, и их немало, работают на серьезных должностях, в серьезных компаниях по всей стране. Как говорят, от Калининграда до Сахалина и от Новой Земли до южных границ России. Большой контингент, процент выпускников работают в иностранных компаниях, которые имеют свои офисы и представительства на территории России или работают за рубежом. Хотел бы затронуть еще один аспект нашей беседы. Это целевой прием. Какова квота и как поступить на это направление? Квота, как таковая, на сегодняшний день пока еще не установлена. Сейчас по инструктивному письму Министерства образования ведется подготовительная работа. Мы ее должны завершить до 20 апреля, сформировать заявку. И если эта заявка будет удовлетворена, то приказом Министерства будет установлена квота. То есть, что нужно сделать сегодняшнему потенциальному абитуриенту, чтобы стать целью веком? Целевой прием – это возможность удовлетворения потребностей региона в высококвалифицированных кадрах. Это взаимовыгодные отношения для трех сторон – абитуриента, организации и университета. Какие преимущества для сторон целевой прием гарантирует или позволяет использовать? В первую очередь для абитуриента – поступление по отдельному конкурсу, немаловажный фактор. Обучение на бюджетной основе. То есть, за него платит предприятие? Платит государство. Если в рамках обучения по целевому приему абитуриент обязан заключить договор о целевом обучении с организацией, то наличие такого договора обеспечивает обучающегося местом для прохождения практики в период обучения. Помощь или поддержку, в том числе и финансовую, от организации во время обучения, если это прописано в договоре о целевом обучении. Ну и немаловажно, мы только что рассматривали вопрос о трудоустройстве, в этом договоре о целевом обучении, как правило, прописывается обязательство организации о трудоустройстве выпускника. Преимущества для организации какие? Подготовка кадров по потребностям данной организации. Формирование актуальных компетенций выпускников. Организация может обращаться со своими предложениями в университет с тем, чтобы в рамках учебного процесса эти компетенции были бы выпускником получены. Непосредственное участие в подготовке специалистов. Практика, которые специалисты для себя, то, что они хотят увидеть после окончания университета в выпускнике во время практики, они могут это легко реализовать. Контроль за качеством подготовки абитуриентов. Результаты сессии представляются предприятию. Да, все прозрачно, все понятно. Значит, кто имеет право заключать договор на целевой прием? Есть некоторые ограничения. Я хотел бы перечислить перечень организаций. И к таким организациям относятся федеральные государственные органы, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные или муниципальные учреждения, унитарные предприятия, государственные корпорации и компании, хозяйственные общества, в втором капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Если в этот перечень какая-то организация или предприятие не попадает, то такие организации могут действовать через соглашение или гарантийное письмо с органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Договор о целевом приеме в этом случае заключается от имени не организации, которая не имеет права, а органа местного самоуправления или субъекта Российской Федерации. Насколько активно вы работаете с будущими студентами? Вы выезжаете по области, за пределы региона? Да, безусловно. И уже не первый год такая профориентационная работа у нас проводится в течение календарного года в два периода. Это осенний временной период, когда школьники имеют возможность отдыхать после первой четверти на каникулах находится часть из... Но в это время с погодой не очень обычно хорошо, благополучно складывается. Те школы, которые могут направить централизованно, организованно школьников в город Архангельск, приезжают из Холмогорского, Приморского района, приезжают в университет, смотрят экспозиции и знакомятся с программами в институтах. И есть у нас группа людей, ответственных за выполнение профориентационной работы. Эта группа выезжает в районы области и с тем, чтобы выпускники школы или любые желающие поучаствовать на этих мероприятиях из контингента школьников могли сориентироваться до Нового года с тем, чтобы заявить ЕГЭ по тем дисциплинам, которые в итоге по окончанию школы будут учитываться при поступлении в университет. И второй временной период — это весна, весенние каникулы. Также приезжают школы в университет и выезд нашей группы по профориентации в районы области. В начале марта у нас в университете прошло большое мероприятие по информированию выпускников университета 2015 года. Это выпускники бакалаврских программ. И массовый прием, так мы считаем, в 2015 году должен произойти на программу магистратуры. Интерес был очень высокий. Аудитория, которая отводилась для проведения этого мероприятия, была заполнена, можно сказать, до отказа. Люди стояли в проходах. Ну вот, надеемся, что конкурс победит сильнейший при поступлении в магистратуру на бюджетные места. Николай Иванович, на сайте университета появилось объявление о возможности перевода с обучения по договору на бюджет. Как и кто может это сделать? Эта процедура перевода существует давно, но сам регламент, сам порядок перевода был утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в июне 2013 года. В сентябре 2014 года в этот регламент был внесен ряд поправок в части снижения требований. Если в основном приказе было прописано требование, что лицо, обучающееся в университете по договору, имеет право переводиться на вакантное бюджетное место, проучившись два семестра подряд, или сдав две сессии подряд, только на отлично, то это поправочное распоряжение позволяет участвовать в этой процедуре студентам, обучающимся по договору, которые два семестра подряд, или две сессии подряд, сдали не только на отлично, но на четверки и пятерки, и даже на четверки. Порядок прописан очень строго, мы его неукоснительно соблюдаем, процедура очень несложная, информация доступна на сайте университета, информируем, как только принимается решение руководством о переводе студентов, обучающихся по договору, на вакантные бюджетные места, руководители структурных подразделений, это директора институтов и колледжей, ставятся в известность, чтобы могли дополнительно отвечать на какие-то вопросы, которые могут возникнуть у студентов. Информация размещается на сайте, и вот в начале марта месяца было такое объявление размещено на сайте, срок приема заявлений от студентов закончился 17 марта, и 26 было заседание комиссии. Всего было подано 56 заявлений, переведли на вакантные бюджетные места 43 человека. Остальных не могли перевести по причине отсутствия бюджетных мест. Бывают случаи, когда студенты подают заявление, заведомо зная, что вакантных бюджетных мест по этому направлению подготовки на этом курсе нет. На что, надеются, сложно понять, но, тем не менее, такие заявления мы обязаны все равно рассматривать и выносим отрицательные решения. Я хочу сказать, что с начала учебного года вот эта комиссия по переводу студентов, обучающихся по договору на вакантные бюджетные места, провела 7 заседаний, рассмотрено 210 заявлений, переведено на бюджет 144 студента. Поэтому тот молодой человек или девушка, которая при конкурсном отборе во время приемной кампании не смогла преодолеть или победить в этом марафоне и занять достойное место, обучаться за счет средств федерального бюджета, то при желании учиться хорошо, проявлять свои способности по максимуму, возможность перейти по окончании первого курса, потому что два семестра надо подряд проучиться, потом первокурсников не переводим, учиться дальше на бюджете, такая возможность предоставляется. Для справки хочу сказать, вот текущий учебный год, выполнили план приема, на 1 октября, на первом курсе, по всем формам обучения, у нас обучалось чуть больше 3000 человек, в головном вузе, я говорю только пока о головном вузе, по очной форме обучения 2211 человек, бюджетных студентов, по очной форме обучения 1688, на 1 марта, из числа обучавшихся на период 1 октября, отчислено по разным причинам 284 человека, причины могут быть уважительные и неуважительные, к уважительным причинам относим отчисление по собственному желанию, без объяснения причин не требуется аргументация, почему человек передумал и написал заявление, и таких у нас на сегодняшний день из числа первого курса 110 человек отчислено, и по неуспеваемости сессия закончилась, к сожалению, есть такие результаты, что не сдано ни одного за счет, или экзамена, таких 151 человек. Вот это вакантные бюджетные места, которые в следующем учебном году будут представлены для перевода студентов, которые обучаются по договору на сегодняшний день и обучаются успешно, с тем, чтобы перевестись на бюджетное обучение дальше. Ну и еще один немаловажный вопрос, это стипендии, какие выплаты предусмотрены для студентов САФО? Да, стипендия для студента это значимый, как бы... И радостный повод. Да, повод и пополнение бюджета личного. Стипендий в университете выплачивается несколько, основной вид стипендии, это, безусловно, стипендия академическая. Я хочу сказать, что все студенты, поступившие на первый курс, получают эту стипендию в первом семестре, особо талантливые, одаренные, выбравшие или отдавшие предпочтение университету, получают стипендию по программе первокурсник 5.0. Это обладатели золотой медали по оси окончания школы, школы или серебряной медали, победители олимпиад всероссийских. Стипендия немаленькая, надо сказать, 12 тысяч для данной категории. Это в месяц, чтобы вы понимали. В месяц, конечно. И в течение первого семестра. По результатам сдачи промежуточной аттестации или по окончанию первого семестра стипендия уже назначается по успехам и по результатам в этой зимней сессии. Кроме академической стипендии есть социальная стипендия, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малоимущих и малообеспеченных семей. Стипендия мэра города Новодвинска, это для жителей города Новодвинска. Размер и условия для назначения этой стипендии определяются постановлением главы муниципального образования. Стипендия губернатора Англоскопа тоже давно существует. Стипендия президента и правительства Российской Федерации есть обычная, а есть еще стипендия президента и правительства для лиц, обучающихся по приоритетным направлениям подготовки. К таким приоритетным направлениям подготовки отнесены химическая технология, информатика, информационные технологии, ядерная физика и другие востребованные на сегодняшний день и здесь у нас в области и в регионе и реализуемые в университете направления подготовки. Приоритетные. Есть еще один выплат стипендий, это именные стипендии, такие как стипендиальная программа Архангельского регионального филиала Россельхозбанк, стипендиальная программа банка ВТБ, стипендиальная программа Владимира Потанина, есть персональные стипендии политических деятелей, ученых, ярких личностей, таких как стипендия имени Анатолия Собчака, Егора Гайдара, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Александра Исаевича Солженицына, Андрея Вознесенского и, кроме всего прочего, есть повышенные стипендии для тех, кто показывает хорошие результаты в учебе, активно занимается научно-практической исследовательской деятельностью, имея достижения в спорте и размер этой стипендии утверждается приказом ректора на каждый семестр. Я хочу пояснить, потому что иногда следуют вопросы от студентов, почему меняется размер стипендии по семестрам. Причина очень простая. Размер стипендиального фонда исчисляется, исходя из контингента студентов, может быть, даже не столько студентов, сколько мест бюджетных, выделенных университету. Но стипендию могут получать не все. Студенты, которые сессию сдали с оценкой удовлетворительных, хотя бы с одной, стипендию не получают. Я веду речь пока об академической стипендии. Студенты, которые сдали стипендию на отлично, хорошо и отлично, имеют право получать повышенную стипендию. И по результатам промежуточной аттестации или сессии количество студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, не получающих стипендию и получающих повышенную стипендию, меняется. А фонды, они фиксированные. Мы не можем эти фонды стипендиальные использовать на другие цели. Поэтому каждый раз по окончании семестра рассматриваются вот эти цифры, подводится анализ и устанавливается размер стипендии. Студентам это все объясняется, но вот тем не менее вопросы пока все остаются, потому что это животрепещущий вопрос. Студент стипендию всегда хочет получать. Понятие студенческая жизнь включает в себя не только лекции, семинары и зачеты. Хочу спросить, насколько разнообразен спектр направлений внеурочной деятельности студентов САФУ? Ну, такая возможность предоставляется. Это возможность через студенческий клуб и очень много разных кружков танцевальные, хореографические, вокальные, гармонические. Совершенно верно. И эти традиции сохраняются. Поэтому для творческих личностей при желании реализовать себя в свободное от основного учебного процесса время более чем достаточно. Если можно коротко, где ваши абитуриенты могут получить всю информацию? На сайте университета или обратиться куда-то? На сайте университета на главной странице есть раздел обучения, поступления, есть раздел абитуриенту, есть раздел студенту. всю информацию через главную страницу сайта университета можно получить до мельчайших детализаций и уточнений. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Спасибо вам. О федеральном вузе как ориентире движения вперед рассказал помощник ректора САФУ по учебной работе и академическому развитию Николай Дундин. На этом все. До встречи в эфире.